Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Луки. Глава 4, стихи с 16 по 22. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время Оно, прииди и Иисус в Назарет, и дежебе воспитан, и в Ниде по обычаю своему в день субботный в сонмище и воста чести, и даши ему книгу Исаии пророка, и разгнув книгу, обрети место, и дежебе написано «Дух Господень на мне, Его же ради помазами облаговестите нищим, Послами исцелите сокрушенное сердцем, Проповедайте плененным отпущение и слепым прозрение, Отпустите сокрушенное во отраду, Проповедайте лето Господне приятно, И согнув книгу, отдав слузе седе, И всем в сонмище очи беху зряще нань, И начать глаголати к ним, Як однись бысть с описания сева уши вашею, И вси свидетельствах у ему, И дивляхуся о словесе благодати, Исходящих из уст его». Прочитаем вместе этот текст в синодальном переводе. «В то время пришел Иисус Назарет, Где был воспитан, И вошел по обыкновению своему В день субботний в синагогу, И встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, И он, раскрыв книгу, Нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, Проповедовать пленным освобождение, Слепым прозрение, Отпустить измученных на свободу, Проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него, И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, Слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, И дивились словам благодати, Исходившим из уст его, И говорили, Не Иосифов ли это сын? Строки сегодняшнего евангельского чтения, Дорогие братья и сестры, Повествуют о том, Как Господь наш Иисус Христос, Придя в свой родной город Назарет, По обычаю в субботний день Вошел в синагогу. Синагогальное богослужение времен Христа состояло Из трех основных частей. При начинательных молитв, Субботнего чтения и сторы, Такой отрывок имел название «Парашиот», Он положил начало привычным нам Библейским, евангельским и апостольским зачалам. И отрывка из «Танаха» – пророческих книг. В настоящем случае чтение и толкование автара, Отрывка из пророческих книг, Поручили спасителю. Ему подали книгу, а точнее свиток, Представлявший собой склеенные по порядку листы, Начиная с первого до последнего, Которые обворачивались вокруг двух палок держателей И завязывались шнуром. Писали в то время только на одной стороне листа. Такие свитки ставились в особый ящик, Причем головки палок держателей были все наверху, И на одной из них было написано название священной книги, Так что их легко было находить при надобности. Слова, которые прочитал Господь, Относятся к первым двум стихам 61 главы Книги пророка Исаии. И звучат так. «Дух Господа Бога на мне, Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, Проповедовать пленным освобождение И узникам открытия темницы, Проповедовать лето Господне благоприятное И день мщения Бога нашего, Утешить всех сетующих». Для каждого иудея было ясно, Что в этих словах пророк Исаия говорит не о себе, А пророчествует от Бога о грядущем Мессии Христе. И по вдохновению свыше Господь читает именно эти строки. Как пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, Вот чем началась проповедь Господня в Назарете. «Удостоверением о своей личности, Что Он обещанный Мессия, Удостоверением не собственным, Но пророческим, Что гораздо важнее в деле свидетельства. Если я свидетельствую сам о себе, То свидетельство мое не истинно, Говорил сам Спаситель». Ранее на реке Иордан Иоанну Крестителю Было откровение о Сыне Божьем. Теперь другой пророк устами самого Христа свидетельствует. «Дух Господень на мне». Иными словами, Вся полнота Божества со Христом, И благоволение Бога Отца, И благодать Святого Духа, Только ради одной цели – Спасения человеческого рода, Ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Ефимий Зигабен поясняет, «Послал, очевидно, Отец». А нищими Евангелист называет язычников, Не обладающих богатством благочестия И лишенных всякого блага. Или также иудеев, Которые были нищими по добродетели, Так что всем им в то же время Благовествовалось благочестие И добродетельное жительство Посредством Евангелия. Далее Господь продолжает чтение пророка, Говоря, что он послан Исцелять сокрушенных сердцем, То есть даровать прощение Скорбящим о своих грехах, Проповедовать пленным освобождение, Призывая к покаянию, Изменению своего образа жизни, Избавляя людей от рабства дьяволу и греху. Даровать слепым прозрение, Слепым телесно и слепым духовно, То есть не ведущим веры и закона. И отпустить измученных на свободу. Ведь он пришел в мир, Чтобы открыть людям двери рая, Некогда затворенные от нас После грехопадения. И после своего преславного воскресения Все праведники и помилованные Богом, Томившиеся все это время В ожидании исполнения пророчества О пришествии в мир Христа, Вошли в его царство, Обретя подлинную свободу. Господь окончил чтение отрывка Из книги пророка на словах «Проповедовать лето Господне благоприятное». И в этом мы с вами видим Глубину любви нашего Спасителя, Который готов принести К каждому слушающему его Благоприятное лето, То есть удобное, хорошее время Для нашего спасения. Святитель Феофан Затворник пишет, «Господь не возвестить только пришел О лете приятном, но и принес его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай, Пока будет существовать Настоящий порядок вещей. Но она есть и будет поприщем Приготовления к райской жизни. Начатки ее полагаются в душе. Возможность всему в благодати Божией. Благодать же принес Господь наш Иисус Христос. Принес, следовательно, для душ лето приятное». Господь пришел в мир, Чтобы принести радость от общения с Богом И мирное состояние Духа, Освободить людей от тяжести греха, Благовествовать о победе над врагом рода человеческого И о наступлении вечного Царствия Божия. Но только тот, кто слушает Господа И исполняет все заповеданное им, Получает благодать благоприятного лета Господня. И это, дорогие братья и сестры, совершается во всех искренне верующих И действующих по вере. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok